Кто-то из великих сказал, лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитым лицом. Очень правильная мысль. Наверное, собственно, это и послужило толчком к появлению жевательной резинки. Потому что есть мы хотим не всегда, но страдать от этого не должны. Не случайно жвачки придают вкус и запах различных продуктов питания. Ммм, со вкусом фарфора. Иногда даже это позволяло не забыть вкус продуктов. Наши мамы помнят, что в эпоху дефицита кофе на прилавках появилась жевательная резинка «Кофейный аромат». Так что жевать, не глотая, вовсе не такое уж бесполезное занятие. Проглотил. Почему резинка не прилипает к зубам, зато отлично пристает к одежде, и особенно к джинсам? Возможно, дело в том, что и джинсы, и жвачка придуманы в США. 140 лет назад американец Томас Адамс изобрел, сварил и запатентовал жевательную резинку из мексиканского каучука «Чикла». И, как водится, стал миллионером. Сегодня жвачка – высокотехнологичный продукт, за которым стоят сотни тысяч часов исследований стоматологов и маркетологов. Но готовят её до сих пор, как на кухне мистера Адамса. В миксере. Посмотрите, настоящий миксер, только в сто раз больше обычного. Сейчас в нём резиновая основа, состоящая на 80% из каучука. Скоро к ней добавят подсластитель – ксилит или сорбит, кальций, витамин С, средство для укрепления зубов – карбамид, а также вкусовые добавки. Знаете ли вы, что жевательная резинка бывает только двух видов – фруктовая и мятная? А вот вкусов у неё множество. От простых – клубника или арбуз, до самых сложных и тонких – перец или корица, или вишнёвый лёд. Причём, как говорят социологи, разная жевательная резинка подходит к разному настроению, времени дня и даже к разной музыке. Например, вкус «морозная мята» больше соответствует традиционному или тяжёлому року. А жвачка со вкусом дыни подходит более современным направлениям – «эйсит панк» или «эйсит хаос». Но вернёмся к производству. После миксера жевательная резинка, которая сейчас похожа на тесто для маминых пирожков, попадает под огромную скалку – экструдер – и становится плоским листом с уже размеченными границами будущих подушечек. Через два дня, когда жвачка остынет и затвердеет, из этого листа специальные машины отделят подушечки или пластинки. С пластинками всё понятно, а вот подушечки ещё и проходят глазировку. Восемь часов варятся в специальном аппарате, сушатся, и только тогда приобретают знакомый нам вид. Эти же аппараты сортируют подушечки и, прям как патроны на военном заводе, отделяют качественные от бракованных. Отсюда у хороших подушечек один путь – в упаковочную машину и в магазин. Учёные постоянно работают над тем, чтобы полезные свойства жевательной резинки улучшались. Она применяется не только для очищения полости рта после еды, как говорят в рекламе, «Нои» помогает сконцентрировать внимание во время работы и за рулём, избавляет от желания закурить, устраняет запах алкоголя. Кстати, особую популярность жвачка получила в годы сухого закона в США. Спасает от заложенности в ушах во время полёта. А также используется космонавтами НАСА для поддержания зубов и дёсен в здоровом состоянии. Жвачка, как и джинсы, революционный продукт. Подумайте, нет жвачки для богатых и бедных, азиатов и европейцев, работяг и белых воротничков. И если есть что-то действительно серьёзное и важное, что подарила миру Америка, кроме джинсов, полковника Кольта и свободной любви, эта великая жевательная резинка.